Наталья Ильинична, здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, Чернобыльская катастрофа произошла уже 30 лет назад. Скажите, вот сегодня, спустя три десятилетия, насколько востребована деятельность института? Ну, здесь можно сказать вообще, что такое радиобиология, если наш институт радиобиологии. Радионуклиды чернобыльского происхождения — это, скажем так, частный случай только. И радиобиология изучает как действия инизирующих, так и неинизирующих случений. То есть неинизирующие излучения — это те же мобильные телефоны, промышленной частоты, магнитное излучение. И кроме техногенных инизирующих излучений, есть природный, естественный радиационный фон. То есть вся эволюция живых организмов на Земле происходила при естественном радиационном фоне. И проведенные исследования, в частности, если в нашей стране, то в экспериментальной ботанике проводили исследования, если изолировать организм от действия вообще инизирующего излучения естественного, то он просто-напросто не развивается. Поэтому, мне кажется, что не стоит сужать понятие радиобиологии, если применительно к нашему институту, вот только чернобыльской катастрофой. Наталья Ильинична, поделитесь, пожалуйста, вот, скажем, из последних разработок, какие самые значимые, какие вы могли бы выделить? Ну, что касается последних наших разработок, остановлюсь на парочке, вот, ну, основных, скажем так. Это первый программно-аппаратный комплекс для расчета опасности вторичного радиоактивного загрязнения с дымом лесных пожаров, которые происходят на радиоактивно загрязненных территориях. Данная разработка проходит апробацию на гомельских ПЛХО наших, а также принята к использованию в гомельском облогидромете. Можно отметить также разработку БАД к пище карбосил. В 2015 году с данным БАД на ОАО «Мелковита» в Хоникский производственный участок были выпущены сырки фунтишка, обогащенные данной добавкой, и творог новой. То есть данная добавка улучшает пищевую и биологическую ценность пищевых продуктов, которые выпускаются. Ну и можно сказать о технологиях, которые совместно с нашими японскими коллегами мы разрабатываем. В целом, если таких обобщить, это, можно сказать, технологии реабилитации радиоактивно загрязненных земель с использованием микроорганизмов. Ну, наверняка, такие достижения не могли не остаться незамеченными, верно? Ну да. За 2014 год наша разработка по созданию модели переноса радионуклидов опасности вторичного загрязнения вошла в топ-10 важнейших результатов Национальной Академии наук Беларуси. А по результатам научной и научно-инновационной работы за 2015 год, наше учреждение занесено на доску почета Национальной Академии наук Беларуси. Что же, мы вас поздравляем с этим. Спасибо. Ну и в завершение, конечно, я не могу не поинтересоваться о тех задачах, о тех планах, которые ставит перед собой институт на ближайшее время. Это дальнейшее совершенствование методов обнаружения радионуклидов в объектах окружающей среды. То есть данная разработка позволит повысить эффективность проводимых измерений и их качества. Будет, кроме того, уделено внимание оценке состояния организма при действии неонизирующих излучений, в частности, мобильных телефонов. Что же, Наталья Ильинична, огромное вам спасибо за интервью. И вам спасибо, Анна, за возможность рассказать нашим зрителям о наших институтских важнейших разработках и достижениях.